Привет, друзья! Новое видео! Я с вами на канале. Спасибо, что зашли. Спасибо, что пришли посмотреть новое видео. Сегодня видео будет немножко не такое, как обычно. Как видите, сегодня у нас целых две банкноты евро. Я думаю, каждый из вас держал их в руках. Вроде бы на первый взгляд совершенно, ну как, одинаковые, не одинаковые. Конечно, здесь 50 евро, здесь 100 евро. Но кроме того, что у них разные, так сказать, разные цифры нарисованы, между ними большая-большая пропасть. И этим будет интересно сегодняшнее видео. 100 евро были выпущены в 2002 году, 50 евро были выпущены в 2017 году. Значит, в принципе, от 50 евро 2017 года, 50 евро и 100 евро 2017 года не особо отличаются в плане, значит, элементов защиты. Поэтому будет очень интересно сравнить эти две купюры. Считайте, что это может быть 100 евро и 100 евро, просто разные серии. Давайте с самого начала. Поехали, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы начинаем, будем разбирать опять степени защиты, как я уже сказал, между ними. Целая пропасть 15 лет, да. Эти 100 евро вышли прямо на заре, на заре, так сказать, когда евро, именно евро как валюта, вошла в обиход. Вот, два года как прошло, и, значит, она потихонечку начинала там, начинали к ней все привыкать. Здесь уже, в принципе, видите, этот выпуск называется первая серия, этот выпуск называется Европа. Поговорим обо всем сегодня. Итак, значит, давайте пойдем с самого начала. Во-первых, самое интересное, ну, конечно, даже на взгляд можно заметить, что они действительно взяли и добавили много чего интересного в эту серию, да, видите ли. Прям голографическая фольга здесь большая, здесь всего лишь маленький голографический значок. Но перед тем, как заходить вот в эти все тонкости, смотрите, какая интересная деталь. Как видите, здесь 100 евро, написано только на английскими буквами и на, соответственно, греческом языке. Здесь 50 евро уже написано и английскими буквами, и, можно так сказать, латиницей, и по-гречески, и кириллицей, да, потому что Болгария за это время, пока вот это прошло 15 лет, Болгария тоже вступила в Евросоюз, и, соответственно, они решили писать и евро, и на кириллице. Так, поехали дальше, поехали дальше. Ну, естественно, вот центральный банк Евросоюза написан, соответственно, на языках стран Евросоюза. Здесь гораздо больше, потому что и стран стало больше. Ну, такие вот отличия мы их, в принципе, увидим во многом. Но давайте, конечно, все-таки начнем с того, что будем просто сравнивать, какие степени защиты есть у нас на 100 евро, какие степени защиты есть у нас на 50 евро. Кстати, Марио Драги, Марио Драги один и тот же председатель Центрального банка Европы, соответственно. Он, так сказать, был ответственен за все. Поехали. Ну, с самого начала, почему у нас нет перчаток, я понимаю, да, конечно, как банисты, это неправильно, но у меня, мы любим щупать банкноты, потому что иначе многих вещей мы просто не сможем, так сказать, почувствовать. Итак, давайте, первая степень защиты у нас, как всегда, выпуклая печать, так называемый интаглиопринтинг. Давайте, вот как раз 100, очень хорошо, передаю вам, так сказать, через видео, 100, номинал очень хорошо чувствуется, и в принципе, в принципе, все, в принципе, все, только вот этот номинал, он очень хорошо чувствуется, и все. Соответственно, на купюре 50 евро, номинал здесь, и, соответственно, название, ну, как бы, название, а буквы здесь, на обороте, на обороте номинал не очень прощупывается, на обороте меньше чувствуется, да, хотя вот здесь тоже прощупывается, значит, опять же, видно. Ну, в принципе, почему выключилось все так, в принципе, мы можем заметить, что на обоих купюрах эта степень защиты, она, так сказать, выполнена, да, но заметьте здесь, здесь еще сделали что? Для слабовидящих добавили вот такие полосочки косые, с этой стороны, с этой стороны они очень хорошо прощупываются, и очень приятно, да, к сожалению, ну, не к сожалению, 2002 год все-таки, здесь такого нету, и, кстати, бумага тоже немножко отличается. Поехали дальше, поедем дальше, давайте посмотрим, значит, здесь вот есть прозрачный регистр, кстати, видите, давайте, если я вот так вот сделаю, ну-ка, это хорошо видно, вот это на 100, если посмотрим, давайте немножко, если подви, вот так вот, видите, я когда на свет вот так вот подвожу, прям видно 100, да, прям как номинал с двух сторон сливаются, да, линии сливаются в номинал 100, здесь такого не сделали, здесь такого нету, прозрачного регистра здесь нет, ничего здесь не сливается, вот так вот такая вот у нас имплементация, ничего такого нет, нет, ну вот, видите, по-моему, здесь на 100, ну надо, будет видео, где я возьму и 100 найду, ну, по-моему, там тоже такого нет, выглядит, ну, оно одинаково, так, что еще, ну, вот созвездия Юрион, да, у нас еще этого не было, вот эти маленькие-маленькие точечки, вроде кажется, что они так расположены хаотично, но на самом деле совсем не хаотично, показываю вам эти маленькие звезды, маленькие не звездочки, а точечки, да, эти точечки, точечки идут, 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 и здесь тоже такие оранжевые точечки, смотрите, это, в принципе, защита от ксерокопии, есть такая легенда, что если вы попытаетесь, у меня нету дома принтера, ксерокса, но если вы попытаетесь скопировать такую банкноту, вот здесь, кстати, тоже точечки, то у вас получится или полностью черный лист, или полностью белый лист, так вот они запрограммированы, ксероксы, вот так вот проверьте, скажите мне, и давайте посмотрим на водяной знак, для этого выключу вот этот свет, и теперь водяной знак выглядит очень-очень красиво, здесь арка 100, здесь сама Европа, богиня, и 50, так сказать, водяной знак, очень-очень хорошо виден, с двух сторон, правильно, да, ну, и еще очень хорошо можно заметить, защитная нить, защитная нить идет, в обоих банкнотах, она реализована, давайте подойдем поближе, посмотрим, ну, давайте даже, знаете, как сделаем, давайте возьмем, и на эту защитную нить, посмотрим, под увеличительным стеклом, написано 100 евро, все правильно, так как мы и ожидали, соответственно, здесь защитная нить у нас 50 евро, да, но это мы немножко заглянули на следующую, следующее защитное свойство, это микропечать, по-моему, здесь даже невооруженным глазом можно увидеть, что здесь они что-то написали, но микропечать, это не только печать, да, вот здесь видно 100 евро, написано разным шрифт, разными, с авиацией алфамитом, микропечать, это и узоры, это просто линия, здесь нету никаких букв, и линии, и узоры, и вот это все, вот эти все косые линии, вся вот эта, весь рисунок, обычная копировальная машина, такое не возьмет, и такое не сможет скопировать, именно, давайте немножко вот так вот, рисунок под микроскопом, очень-очень хорошо, очень-очень хорошо, просматривается, ну-ка, у нас что-то есть на обороте, на 100 евро на обороте, ничего, можете, кстати, сделать вам домашнее задание, посмотреть, как изменилась карта Европы, да, на этих банкнотах, какие страны дорисовали, за это время, потому что, естественно, каждая Европа изменилась, некоторые страны не были добавлены, ну да, в общем, с микротекстом было только в одном месте, это все, что было, так, поехали дальше, а дальше, давайте посмотрим, что у нас еще есть, из тех, защитных элементов, которые можно увидеть, невооруженным глазом, нам осталось только вот эта вот красивая голограммка здесь, очень красивая, да, она очень переливается, 100, на обратной стороне у нас только номинал, который переливается, да, то есть это, в принципе, это чернила, которые меняют цвет, окей, здесь они, в принципе, на лицевой стороне банкноты меняют цвет, ну, а голограммка здесь, соответственно, уже очень-очень серьезная, очень серьезная, и на обратной стороне, кстати, это другой защитный элемент, который называется прозрачное окно, да, если мы включаем, то даже вот так вот, если я положу рукой, мою руку видно, да, мою руку видно, прозрачное окно, Европа нам, так сказать, улыбается, вот, и ее очень хорошо видно, так, поехали дальше, следующее, что мы сделаем, инфракрасное излучение, я выключаю большой свет, бум, и так, окей, так вот выглядит, здесь, в принципе, гораздо, очень красиво, звездочки желтые, желтый фон, и волоски, да, а, кстати, вот эта линия красная тоже очень хорошо видна, все очень хорошо видно, в инфракрасном цвете, конечно, видите, даже, сколько это получается, 21 год назад, инфракрасный элемент, очень хорошо был, здесь, сделан, очень красиво все выглядит, теперь, давайте посмотрим, на самое последнее, это у нас будет, что, я говорю, инфракрасный, а это ультрафиолет, вот ультрафиолет, вот ультрафиолет, вот у нас инфракрасное излучение, и, действительно, оно тоже работает, как видите, многие части банкноты, просто не видны, а некоторые видны, так что, эта защита, очень хорошо работает, замечательно, итак, давайте суммировать, на 100 банкнотах, что у нас было, на 100 банкнотах, у нас был прозрачный регистр, у нас, соответственно, была голограмма, у нас была, микропечать, у нас была, выпуклая печать, правильно, у нас было, созвездие Юрион, и, что еще у нас было здесь, это сказали, 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 все, в принципе, на лицевой стороне, у нас больше ничего, нет, так, а теперь, давайте сверим, с этой лицевой стороной, итак, у нас есть, цветопеременная, цветопеременная, чернила здесь, функция для слабовещения, элемент для слабовещения, для слабовидящих здесь, у нас есть, выпуклая печать, у нас есть, микротекст, и у нас есть, геолограмма, и у нас есть, прозрачное окно, вот столько всего, видите, даже на 1 больше, а, созвездие Юрион у нас тоже здесь есть, 7, даже на 2 больше, чем на банкноте в 100 евро, 2002 года выпуска, а теперь давайте аккуратненько посмотрим, сравним, обратную сторону банкнот, с этой стороны, опять же, есть, созвездие Юрион, с этой стороны, опять же, инфракрасный цвет, и, ультрафиолет, кроме этого, транспарент, этот самый, от этого окошка, прозрачное окно тоже есть, в принципе, здесь мы все закончили, с этой стороны, а, есть прозрачный регистр, его можно назвать тоже, раз, и можно назвать, опять же, инфракрасный цвет, и ультрафиолет, и, цветопеременные чернила, да, и все, больше ничего, в принципе, набранной стороне, они более или менее, похожи друг на друга, вот такие вот у нас, две красивые, банкнотки, сегодня, мы их разобрали, победила, дружба, все-таки, да, 50 евро, были, они стали более, так сказать, красивыми, напоследок, я вам что скажу, 25 лет, скоро будет, как, соответственно, с 2000 года, как это евро начало хождение, собираются выпускать, новые, новые, банкноты, евро, на этом, пожалуй, все, мои дорогие друзья, ставьте лайки, комментируйте, кстати, на следующее видео, скажите, что вам разобрать, одну канадскую банкноту, 1000 рупий, из Индии, или, 100, дирхамов, из, United Arab Emirates, пока что, лидирует, дирхамы, так что, скорее всего, в следующее видео, я буду разбирать, дирхамы, эту, красоту, дирхамы. Субтитры сделал DimaTorzok